Действительно ли местные жители Арабских Эмират настолько неприлично богаты, что позволяют себе тратить деньги на львов и гепардов вместо кошек? Правда ли, что те самые выходцы из Пакистана и Индии, которые составляют огромный процент рабочей силы, работают за копейки и живут в дубайском гетто? В самом ли деле местные законы настолько суровы, что за решеткой можно оказаться, даже если вы случайно прикоснетесь к незнакомому вам человеку? В этом выпуске мы рассмотрим факты, которые расскажут нам об обратной стороне Дубая, его темной стороне. В качестве домашних животных не кошки и собаки, а гепарды и львы. Говорят, что дубайцы настолько богаты, что не знают уже куда девать свои деньги и поэтому приобретают в качестве животных диких кошек, гепардов, пантер, львов, тигров. Долгое время это было серьезной проблемой, так как понты были дороже свободы зверей, которые страдали. Однако в какой-то момент власти страны запретили задержание диких животных в доме. Теперь представители семейства кошачьих могут жить только в зоопарках, цирках или специальных исследовательских центрах. За незаблюдение закона хозяин дикой кошки может получить внушительный штраф, а то и вовсе загреметь в тюрьму. Такой штраф может обойтись в 500 тысяч дирхамов, что равно 136 тысячам долларов. Сумма увеличивается до 700 тысяч дирхам, если животное эксплуатируется для запугивания людей. Поэтому теперь жители Дубая и Арабских Эмират в целом могут довольствоваться только кошками или собаками. И то касательно последних тоже есть свои законы. Чтобы завести в качестве питомца собаку необходимо получить разрешение. Также хозяин обязуется в общественных местах выгуливать своего четверногого друга только на поводке. В противном случае здесь тоже можно получить штраф до 100 тысяч дирхамов. Такая же участь ждет и тех, кто не привил свою собаку. Иногда работа здесь действительно от слова раб. Одна из отличительных особенностей Дубая – высокие темпы его роста. Город буквально из ничего превратился в эпицентр лакшери жизни за какие-то 20 лет. Логично, что для этого необходима рабочая сила. И чем больше, тем лучше. Только вот эту рабочую силу иногда совсем не щадят. Люди работают по 14 часов в день на жаре. В том числе и летом, когда температура воздуха может доходить до 50 градусов. Здесь мало кого волнуют проблемы со здоровьем или какие-то более серьезные проблемы, которые возникают из-за солнцепека. Ведь у Дубая достаточно средств, чтобы нанять новых людей. Также большая часть мигрантов из таких стран, как Индия, Пакистан или Китай, оказываются в полной власти своих работодателей. Те могут забрать их паспорта и платить копейки, при этом загружая работой все больше. Выбраться из такого заточения крайне сложно, поскольку формально работодатель действует в рамках закона. В Дубае есть даже целый район гетто, где живут в основном бедные рабочие. Санапур в маленьких комнатах проживает по 8 человек, а денег у них едва хватает на еду. Нет денег? Садись в тюрьму. Если человек решает заняться бизнесом и через какое-то время терпит крах, то он не может просто разориться и закрыть бизнес или оформить процедуру банкротства. И тогда по закону он обязан заплатить огромный штраф. А так как у человека, у которого прогорел бизнес, денег нет, то он отправляется в тюрьму. Поэтому нередки в истории Дубая случаи, когда банкроты оставляли все, что у них есть и просто сбегали в другие страны. Говорят, что это одна из причин, по которым можно найти целые свалки дорогих, но заброшенных автомобилей. Причем рискуют не только индивидуальные предприниматели. Если и проблемы испытывает какая-то компания, то на штраф или тюремное заключение будет претендовать не только директор, но и все сотрудники. Жестокие законы. Конечно, прогоревший бизнес далеко не единственный повод быть отправленным в тюрьму. Объединенные Арабские Эмираты – страна с жесткими законами. Например, на публике не разрешается проявлять чувства, даже брать партнера за руку. К туристам это тоже относится. Хотя в нынешних реалиях никто этого закона не соблюдает. Туризм и 8 миллионов проживающих здесь приезжих делают свое дело. В истории страны был зафиксирован случай, когда в тюрьму загремел шотландец, который и коснулся местного мужчины, сидя в баре. Выходец из Шотландии шел от барной стойки к столу, неся в руках напитки. А до руки того мужчина дотронулся для того, чтобы тот дал ему пройти. Родственники заключенного запустили в сети компаний в его защиту. И если они когда-нибудь приедут в Эмираты, тот тоже отправится прямиком в тюрьму. Вот такие законы. Впрочем, мужчину вскоре выпустили по приказу шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, который побоялся за туризм в Эмиратах. Обвиняемый, однако, успел потерять работу и потратить более 30 тысяч фунтов стерлингов. В Эмиратах также совсем не поощряется сожительство Добрака. Поэтому, если вы приезжаете в страну со спутником, с которым отношения не зарегистрированы, то вас вполне могут отказаться селить в одном номере. Со временем такой закон стал более лояльным по отношению к туристам. Да и документы на брак обычно в отелях не проверяют и верят на слово. Но все равно необходимо держать ухо востро. Строго в стране и с фотографированием. Во-первых, нельзя фотографировать людей без ведома и особенно выкладывать в соцсетях. Во-вторых, в стране целый список зданий, которые запрещены для съемок. Военные здания, суды, дворцы. Провинившиеся рискуют нарваться на штраф от 13 тысяч долларов и быть депортированным. У многих зданий есть охрана. И вас попросят либо показать разрешение на фотосъемку, либо просто убрать камеру. Сейчас до штрафов доходит редко. Но если упрямиться, то смело можно его получить. С января 2022 года в стране запретили аэс-съемки на дроны. Когда разрешат, непонятно. Если в страну вы ввозите дрон, то об этом нужно сообщить в аэропорту. Там даже есть специальные указатели. Вероятно, отчасти именно из-за таких жестоких законов страна является одной из самых безопасных. Здесь можно попасть в тюрьму даже за распространение слухов, в том числе в соцсетях. Говоря уже о том, что можно попасть из-за оскорбления. Цена за сплетни – тюремное заключение сроком от 3 лет и штраф в 272 тысячи долларов. Так в стране борются с теми, кто наносит ущерб социальному миру и общественному порядку. Фальшь в городе и неразумный расход воды. В Дубае даже есть поговорка. Будь Дубай человеком, это был бы монстр с тысячей пластических операций и сердцем из металла. Цель постройки Дубая была следующая – произвести впечатление и заставить его гостей почувствовать себя королями. В целом, это удалось. Но те, кто живет здесь постоянно, замечают, что на самом деле в городе искусственные не только деревья, но и улыбки на лицах некоторых людей. Собственно, все это нужно для того, чтобы турист был щедр и оставил здесь как можно больше денег. Дубай вообще мало о чем задумывается, пока деньги продолжают литься рекой. Например, самая большая ценность в пустыне – вода. В Дубае расходуется зря. Здесь большое количество открытых бассейнов, которые высыхают. Множество полей для гольфа, которые постоянно поливаются. Рукотворные водопады. Друзья, если вам понравился данный выпуск, поставьте ему лайк. А также не забывайте заходить на другой наш канал с Maps Education, чтобы быть в курсе событий касательно обучения за рубежом и конкретно в Дубае. Кто знает, вдруг именно вы станете одним из тех студентов, кто начнет новый учебный год в новой стране. А какой факт больше всего удивил вас? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...